По поводу, допустим, в этой ситуации, представитель федерального средства, это Белов Александр Борисович, правда, ФУФО. Поэтому уже на днях по России, ну это популярное достаточно интернет-издание, об этой проблеме узнают. Давайте я вот обращение скажу. Уважаемый Михаил Васильевич, на данный момент у нас огромное количество обманутых дочек, молодые семьи, пенсионеры, отдавшие последние сбережения. Вы не вынуждены снимать квартиры, платить ипотеки за недостроение. Сказать, что людям, нашим заложникам, в данной ситуации живется очень трудно, это значит сказать ничего. Приобретение движения для большинства наших граждан сильный удар по бюджету. Люди зачастую продают имейшее жилье, чтобы купить квартиры на востройке, берут ипотечный кредит, укладывают в материнский капитал, в государственные субсидии, отдают все свои сбережения и результаты остаются ни с чем. Те, кто продал свою квартиру ради покупки новой, в надежде временной перекрутиться на съемное жилье или у родственников, в связи с обманных застройками, фактически становятся бомжами. Бомжами становятся и наши дети, социальными бомжами, потому что не могут записаться в школу, не могут записаться в детский садик без определенного адреса. В итоге люди вынуждены платить банку деньги за существующую квартиру, фактически за воздух, причем не только сумму основного долга, но и огромный банковский процент, запользованным кредитом. Этот банковский процент должен, наверное, платить Минстрой, если есть проблемный дом, но они его не делают. И это все в условиях полной неизвестности, когда будет достроено жилье. Это просто неизвестимая ситуация. Из части 1 статья 7 Конституции РФ следует, что РФ это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободную развитие человека. Татья 40 Конституции РФ говорит, что каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Получается, что конституционные права человека нарушаются, и ситуация не только не становится лучше, но, напротив, заглубляется. Начиная с момента выделения муниципальных и федеральных земель под застройку, исполнительная власть на местах лоббирует интерес фирм однодневных, особо приближенных застройщиков, не имеющих собственных средств, а у некоторых опыта в строительстве подобных объектов. А соответственно вопрос о необъективности тендеров и их реальном проведении требует внимания соответствующих органов. Далее органы исполнительной власти помогают подобным фирмам в получении аккредитации при участии в государственных программах. Таким образом механизм получения прибыли запущен, идет реклама, выуживаются все федеральные предприятия.